На ваших экранах видео с камер наблюдения нескольких магазинов московского района Рязани. Воришки идут в наглую, никого не стесняясь. А потом вламываются в магазин и судорожно хватает, что видят, включая алкоголь. А еще проверяют все кассы и ящики в офисных столах. Но бегали ребята недолго. Сколько магазинов взломали? Пять. Я пять. Сколько по времени находитесь на территории города Рязани? В районе полутора недели. За что задержаны сотрудниками полиции? За кражу магазинов. Сколько краж совершили? В каких районах? В нашем. Вот это октябрьский, как он называется, троимки, вы нас задержали. Я не ориентируюсь. С кем вы были? С Яриком. То, что задержанные не знают района, в котором, что называется, бомбили магазины, вовсе не случайно. Оба парня приезжие из Московской области. Здесь им помогали еще двое, включая 24-летнего рязанца, ранее неоднократно судимого. В полицию поступило сообщение о краже из магазина на улице Октябрьской областного центра. Неизвестные ночи взломали входную дверь и похитили из кассы 33 тысячи рублей. С этого дня сообщения о похожих кражах из магазинов Московского района Рязани стали поступать регулярно. Злоумышленники выбирали небольшие торговые заведения, похищали только выручку из кассы. Оперативники уголовного розыска проанализировали расположение пострадавших магазинов и предположили маршруты передвижений злоумышленников. Исходя из сведений, были выставлены скрытые группы наблюдения. Засада сработала. Людей, внешне похожих под описание, идентифицировали в поселке Приокский. Там же и задержали. Следствие выяснило, на что тратил украденные деньги криминальный квартет. Все оказалось банально. 24-летний рязанец, который год назад освободился из мест лишения свободы, выезжал на заработки на стройке в Московскую область. На очередном объекте он познакомился с компанией из троих местных жителей. Одному из них 25 лет, а остальным по 17 лет. Житель Рязани пригласил их к себе домой, поселил и предложил заняться взломом магазинов. Он подбирал торговые точки, а гости совершали кражи. Деньги делили и тратили на синтертические наркотики. По версии следствия, за пять дней злоумышленники совершили кражи из восьми магазинов. Общая сумма похищенного более 130 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России кража, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.